Всем привет! С вами я, Лили Ли, и мой фэшн-блог. Я обещала вам рассказать про ту косметику, которую я регулярно использую для ухода за лицом. Ее у меня очень много, но я вам продемонстрирую только то, чем пользуюсь действительно регулярно. В английском языке есть такое слово routine, которое переводится как рутина. И у нас в русском языке почему-то имеет негативный оттенок, хотя непонятно почему. Ведь еда, умывание, чистка зубов – это все та же рутина. Это все то, что мы делаем часто, каждый день. Так вот, вот это моя рутина, мой боевой арсенал, без которого я никуда. В любую поездку обязательно все беру с собой. Итак, регулярный уход за молодой кожей, она у меня молодая, и потому немного жирная и проблемная. Начинается с очищения. Я предпочитаю не мыло, а пенящийся гель Эпоклар на основе термальной воды Ла Решпозе, которая очень мягко и нежно удаляет все загрязнения. Ла Решпозе – проверенная мной аптечная марка, которая очень качественная и эффективная. После очищения второй этап – тонизирование. Я использую тоник L'Oreal Purze, который содержит салициловую кислоту. Она помогает бороться с несовершенствами, устраняет жирность и сужает поры. Особенно тщательно я протираю так называемую Т-зону – лоб, нос и подбородок – самые проблемные участки. Третий этап ухода – увлажнение. Вода – необходимая составляющая нашей кожи. Без нее она потеряет свою пругость, станет глеклой и как бы стянутой. Для увлажнения я использую специальную эмульсию Эфокларка, которая помимо увлажнения дает прекрасный отшелушивающий эффект, поэтому сильнодействующий скраб уже не нужен. Вечером вместо этой эмульсии я использую увлажняющий Клюид Дорфен, который очень легкий и безумно приятно пахнет. В нем содержится лаванда, масло ши и масло манго. Раз в неделю для интенсивного увлажнения я использую вот такую маску Estee Lauder. Это гель, под которым кожа в течение 10 минут чувствует себя как будто полностью погруженной в воду. По течение 10 минут я смываю этот гель либо обычной водой, либо термальной водой. Кстати, без термального спрея La Roche-Posay я вообще себе жизнью не мыслю. Это не просто освежающий этап в моей рутине, это полноценный уход. Термальную воду можно использовать как для чувствительной кожи, так и для кожи, склонной к раздражению. Термальную воду можно использовать после солярия, после загара, после эпиляции, в самолете. Но тогда надо взять с собой маленький баллончик. Теперь макияж ляжет очень ровно. Вообще я предпочитаю легкий, такой незаметный мейкап, но при случае решаюсь на экстрим. Как-нибудь покажу. А на сегодня все. С вами была Лили Ли со своим флешным блогом. Увидимся через пару деньков. Пока-пока.